В нашей дивизии, как и в других, многое делалось для развития и усиления снайперского движения. Но все снайперское дело родилось и развивалось внепланово, из простой случайности. Мой помощник по комсомолу рассказал мне о сержанте Зайцеве, который в недавнем прошлом был башенным стрелком в танке. Но за самовольную отлучку из части в период формирования его осудили, разжаловали до рядового и отправили на фронт. И вот он оказался в нашей части. Скромный, очень выносливый физически, он был примерным бойцом и заслужил звание сержанта. От него и пошло у нас снайперское дело. Они шли с моим помощником в полк и разговаривали. Он сказал, что сам сибиряк, любил охотиться и отлично стреляет. Помощник сразу же ухватился за этот повод и предложил Зайцеву стрельнуть по птичке, что сидела на верхушке столба. Тот вскинул свою винтовку и моментально выстрелил, а убитая птичка упала вниз. Позже мой помощник говорил, что если бы знал, как метко стреляет Зайцев, то не стал бы предлагать ее в качестве мишени. Зайцева пригласили в политотдел и предложили открыть охоту на немцев. Он с большим желанием согласился. Через несколько дней там, где недавно немцы свободно разгуливали в траншеях, Зайцев уложил несколько человек и отучил немцев отхождения в открытую. Своё дело Зайцев делал как опытный охотник. Выслеживал немцев и бил наверняка. Все его действия контролировались специально выделенным лейтенантом и нашими разведчиками-наблюдателями. Еще в темноте Зайцев выбирал себе позицию и, хорошо замаскировавшись, лежал в снегу до рассвета. На нем все было белое и винтовка обвита белым винтом. Как только в его прицеле показывался немец, Зайцев делал один выстрел и быстро отползал с места в сторону. Он истребил более двух десятков немецких солдат, когда наша разведка обнаружила, что у немцев появился очень опытный снайпер. Первой его жертвой стал наш лейтенант-снайпер, стрелявший из амбразуры блиндажа. Немец убил его, послав пулю прямо в оптический прицел винтовки. Это было в солнечный день, когда лучи солнца блеснули в прицеле. Немец выстрелил. Я сам осматривал этот блиндаж и разведчики мне сказали, что в пасмурный день из амбразуры можно стрелять, не опасаясь быть обнаруженным. А в солнечный день нельзя. Сразу же на передовой всех предупредили, что у немцев появился отличный опытный снайпер, а Зайцеву предложили уничтожить этого немца. В ходе тщательной подготовки Зайцев открыл секрет неуязвимости немца. Он стрелял через прорезь в щитке от пулемета, окрашенного в белый цвет. Теперь надо было выманить снайпера для стрельбы, поэтому сделали хорошее чучело и на него клюнул немец. Позицию для стрельбы по немецкому снайперу Зайцев выбрал сбоку, а не в лоб. Выдвинули чучело, раздался выстрел и тут же второй. Немец ткнулся носом в снег и опрокинул свой защитный щит. Все это видели, наблюдавшие за стрельбой Зайцева и снайпера представили высокой награде. О снайперском успехе узнали во всех частях и почти в каждой роте нашлись свои снайперы. Этим делом увлеклись многие мастера меткого выстрела и немцы в окопах присмирели. По предложению политотдела был проведен слез снайперов, на которые собрали до 40 человек. В большой землянке при штабе дивизии им приготовили по 100 граммов, закуску из сухой колбасы и хлеба. Выступил командир дивизии генерал Латышев, который отметил зачинателя этого дела Зайцева и его наиболее удачливых последователей. Несколько человек выступили с рассказами о своем опыте, а после слета передовиков снайперов на несколько дней отправили отдохнуть в тылу, в наш Дом Отдыха. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok